Библиотеки Тюмени также присоединились ко всероссийской акции «Ночь искусств» и до полуночи встречали посетителей разнообразной и увлекательной программой. За самыми яркими событиями «Ночь искусств» наблюдала наша съемочная группа. Увлекателен и разнообразен мир кино. Фильмом, снимаемым в Тюмени, в библиотеке на Червешевском тракте посвящалась лекция, рассказывающая о самых смелых кинопроектах, документальных и игровых фильмах, молодых дебютантах, подающих большие надежды, и прославленных режиссерах, представивших свое творчество на всероссийском уровне. Я, конечно, попыталась порассуждать шире вообще о сибирском контексте в отечественном кино, о том, как Сибирь проявила себя в истории отечественного кино. И особо я уделила внимание тюменскому тексту в отечественном кино. Когда, в каких фильмах, выдающихся, знаменитых и малоизвестных упоминаются Тюмень, какие фильмы снимались. Тем временем в областной научной библиотеке любители слова и мастера поэзии смогли поделиться своим творчеством со слушателями разных поколений. Поэтические грезы и современные реалии. В выступлениях участников образы нашей действительности и отголоски старинных преданий. А где-то жизнь, огни вокзала, десятки лиц и сотни глаз. Ну что я все-таки сказала вам всем о вас? Метель, закатный луч на шторах, библиотечный белый ворох и тишина. В лучах одна ты воскрешаешь времена, когда, презрев законы хроник, законы звезд, законы лет, Дух просветитель, дух ироник писал пленительный памфлет и рассуждал о постоянстве, И исчезал в кромешной тьме, пока молва в глухом пространстве надрывно спорит обо мне. Участники молодой, набирающей силу литературной лиги, три запятые, выступили организаторами поэтической встречи, предоставив возможность высказаться всем, кто чувствует в себе талант, знает литературу настоящего и помнит прошлое. Хотим рассказать людям о поэтах, которые жили здесь прежде, о тех, кто творит сегодня, о том, что они существуют и что литература жива. И с этой целью мы подали заявку на то, чтобы получить место в библиотеке. Они увидели нашу заявку и сказали, ребята, вы те, кто нам нужны, чтобы расцветить нашу ночь из худ, в том числе и поэтическим объединениям. Не обошелся вечер без разнообразных мастер-классов. В этот раз художники декоративно-прикладного творчества придумали новый способ создания необычных картин с помощью восковых красок и утюга. Очень интересная техника. Просто нужно проводить воском по поверхности утюга и утюгом, потом, впоследствии, по листку бумаги. То есть сюда я постаралась уместить все, что возможно. Небо, горы, какой-то лес. Тюменская ночь искусств в который раз прошла под девизом «Искусство объединяет». За несколько лет акция стала доброй традицией города, успев завоевать сердца любителей искусства разных поколений. Маргарита Чекунова, Сергей Лыкасов, Новости культуры.